И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. И третье слово, которое здесь используется – категедейс, что означает не просто наставник, а руководитель, бождь, то есть некий лидер. И опять мы видим в христианстве много людей, которые из себя изображают лидеров, каких-то вот руководителей, которые нас куда-то ведут, куда-то вот видны, ярки. Я помню, когда мы с супругой учились в Швеции в «Слово жизни» в библейской школе, и мы приехали домой и привезли журнал, который выпускает церковь. Так и назывался «Слово жизни». Я помню, пришел к своим родителям и говорю, вот, папа, мы учились, вот журнал из той церкви. И папа взял журнал, полистал и говорит, слушай, говорит, Ульф Экман не сможет до конца быть пастором этой церкви. Я тогда сильно удивился и говорю, пап, почему? Он говорит, посмотри, в этом маленьком журнале не так много страниц, и я насчитал 15 его фотографий в одном маленьком журнале. Человек, который так сильно любит себя, до конца не пройдет. Я тогда на папу сильно раздражился за эти его слова. Но произошло то, что он и говорил. Потому что часто мы берем в наставники, в вожди, в лидеры людей, которые чрезвычайно любят сами себя, которые выставляют себя и обещают нас привести туда, куда, к ответу на вопрос, кто мы, откуда и куда идем. Но время проходит. Мы исполняем все, что там читаем в их книжках, все, что видим в их наставлениях, там все эти шаги веры и все эти духовные принципы, и стараемся учитывать все духовные законы. И мы терпеливы и не сдаемся. И проходит год, и проходит еще год, и проходит еще год. Мы стараемся пунктуально соблюдать все, что читаем у нашего наставника, у нашего отца, у нашего великого духовного учителя. Год проходит за годом, а в нашей жизни мало что меняется. Ответа-то никакого нет. И постепенно уже подходит разочарование. Правда, мы боимся признаться сами себе в этом, что мы столько лет потратили впустую, чтобы изучать что-то, делать все точно, как кто-то говорит, этот великий наш мудрый гуру, наш великий духовный помазанный учитель, наш великий там пастор, апостол, пророк всея мира. Все точно делаем. Прочитали все его книги, используем все его принципы. Мы вчитываемся. Я помню, долгое время вчитывался, пытался там все эти секреты разглядеть, все вот какие-то нюансы, на них обратить внимание. Не получалось. Я думал, ну, наверное, не все нюансы, надо еще какие-то секреты узнать. Проходит время, а мало что в жизни меняется, потому что, дорогие, есть вещи, которые мы никогда не сможем ни у кого научиться. Это личный наш путь, путь личного поиска. И на этом поиске нужно прежде всего взирать на него, потому что тот или иной человек может порой не помочь, а наоборот помешать этому поиску, затормозить нас в этом поиске. И поэтому, послушайте, вот если мы с вами вчитаемся, ведь слова же чрезвычайно радикальные, об этом не хочется проповедовать, потому что пасторы так или иначе являются в чем-то наставниками, в чем-то учителями, да? Как же я буду говорить-то? Против себя же самого получается, я тут учить-то всех сейчас буду, чтобы, понимаете, меня не слушали. Да я не говорю, чтобы не слушали. Я не говорю, что не нужны церкви, не нужны проповеди, не нужны библейские школы. Я говорю о том, что все, что это может нам дать, это все очень ограничено, и это не захватывает то, ради чего мы в принципе и оказываемся в церкви. Это не дает нам ответ на самые главные жизненные вопросы, потому что на это мы только сами можем получить ответы у Бога. И вы знаете, что интересно? В самых старых рукописях на греческом, вот в этом восьмом стихе, нет слова Христос. Здесь написано так, «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель, вы же все братья». Поэтому некоторые исследователи Библии говорят, что в восьмом стихе Иисус имел в виду Духа Святого. Как говорит другой евангелист, помазание, которое вы получили от Него, вас прибывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но само сие помазание учит вас всему. Иисус сам говорил, что Он же Дух Святой придет и научит вас всему, напомнит, что Я говорил вам. Поэтому многие считают, что здесь говорится в восьмом стихе про Духа Святого, «Ибо один у вас учитель, вы же все братья». Если мы смотрим на это, восьмой стих говорится о Духе Святом, который нас научит. Девятый стих говорит об Отце Небесном. И десятый стих говорит о Христе, наставнике, Дух, Отец и Христос. Святая Троица. То есть, то, в чем мы нуждаемся, самый главный наш вопрос в руках великого Триединого Господа. То, в чем мы нуждаемся, только Он может нам дать, Он может нас в этом наставить, только Он может нас в этом с вами повести. Поэтому при всем уважении к разным служителям, к разным проповедникам, вы должны всегда осознавать, есть вещи, которые никто вам не скажет, есть вещи, которые никто вас не научит, только лично Бог, лично вас, от сердца к сердцу, от Духа к Духу. И люди здесь порой могут не то, что помочь, они повредить даже могут. Помните, какая вторая заповедь Моисея была? Вторая заповедь была такая, «Не делай себе кумира и изображения того, что на земле, под землей, на небесах, и не служи им, ибо я Господь Бог, я Господь Бог». И вы знаете, вот это само слово «не делай ни кумира», это слово «кумир», от семитского слова «кумар», означает «жрец». Потому что кажется, ну, мы же не язычники, мы не делаем себе идолов, мы не падаем перед ними на колени, как бы к нам эта вторая заповедь как-то не особо и относится. Но, дорогие, на самом деле эта заповедь намного шире. Есть немало людей, которые попытаются взять ключи разумения, чтобы ввести нас во что-то большее, напустить дыма, напустить вокруг себя пара, сделать такой вот вид супермена. И в христианстве много таких, вы знаете, есть таких суперменов, которые летят, и они все знают, и они в духе все видят, и Бог им говорит, и слушаешь проповеди, и у них через слово «Бог мне сказал», «Бог мне показал». Ты сидишь, думаешь, «Как это все?» И почему мне так часто Бог ничего не говорит, ничего не показывает? Научи меня, как, чтобы и мне Бог говорил? Часто люди, эти проповедники говорят, «Хорошо, научу, научу». Проходит время, а мало что-то в нашей жизни меняется. Проповедники так и продолжают говорить, что Бог им сказал, Бог им показал, а в твоей жизни мало что меняется, мало что происходит. И, как я говорил, опять приходит разочарование такое. Дорогие, я просто хочу ободрить каждого, напомнив вам эти слова Христа при всем уважении к разным служителям, которые могут советовать что-то, говорить, знайте, что есть вещи, которые никто вас не обучит, никто не расскажет. Вы сможете только пережить это лично с ним. Поэтому ищите лично его лицо. избавьтесь от этих стереотипов, избавьтесь от всевозможных шаблонов, ищите. И Бог явит свою славу в вашей жизни. Субтитры сделал DimaTorzok